Содома 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 сам составил некий шуточный список для налогообложения своего имущества. В нем значилась то ли сад, то ли ферма, дом в квартале и 8 лошадей. Следующими пунктами в списке шли обезьяны, вороны, павлин, сова и три злых зверя, в кавычках, которыми являются три женщины. Первым крупным произведением Содома являются фрески трапезной Оливецкого монастыря Святой Анны Кампрени. Это недалеко от сены. Некоторых монахов он писал с натуры. Во фреске Пьета видно внимание, которое художник уделял жестам персонажа и выражению их лиц. Это свидетельство влияния на него Леонардо да Винчи, считавшего, что жесты лучше всего передаются стоять души. Ну и еще были заказы в монастыре Монте-Аливета, которые были созданы вскоре после завершения работ в монастыре Санта-Анна. Это самый крупный заказ и известные фресковые циклы Содома. В двух фресках исследователи рассматривают влияние Леонардо да Винчи, знаменитая битва при Ангиаре, и которая явно послужила источником вдохновения Содомы. Затем был алтарь семейства Чинутти, Сиенской церкви Санта-Франческо. Во время работ над фресками Содома написал несколько мифологических и исторических сюжетов в Сиенском дворе Сигизмонта Киджи, сцены из жизни Юлия Цезаря. В 1515 году художник побывал в Флоренции, связан с заказами Сиакопа Диапиано, это правитель Пиамбина, и герцогом Альфонсо Эсте, для которого Содома написал картину Святого Георгия и Дракона. Самой выдающейся фреской в цикле «Со времен Вазари» считается стигматизация святой Екатерины. Джордж Вазари приводит мнение художника Перуци, который сказал, что никогда еще не видел человека, который сумел бы выразить остаивание людей, павших в обморок и лишившихся чувств. Лучше и изобразить это более правдоподобно, чем Джованни Антонио. Вазари пишет про Джованни. Жена его вскоре надоела, и так как он был скотиной, он навсегда от нее отказался, и она жила в одиночестве, с собственными трудами. Но документы-то свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в эти годы Содома и его супруга жили вместе. Вазари сообщает, что в старости он был немощным, бедным и дряхлым, и заболев, окончил свои дни в больнице в возрасте 75 лет, в 1554 году. Но данная не стыкуется, посмертная опись имущества была от 1549 года. Ну вот, наверное, и все, что я нашел. Конечно, не только в Википедии, а в каких-то других статьях в интернете о знаменитом итальянском художнике Сиенской школы живописи Джованни Антонио Бази, прозвищу Содома. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok